Как и в какие сроки можно оформить в упрощенном порядке собственности на свой дачный домик или участок? Какие документы для этого необходимы и почему новый закон важен не только для садоводов, но также решает важный юридический вопрос для жителей многоквартирных домов? Здравствуйте, это программа «Город С». Я Елена Чернявская. В очередной раз планируют на федеральном уровне продлить дачную амнистию и снова не та, что раньше. Дачная амнистия называют уже несколько законов, но все они работают по-разному. Общая суть всех поправок про участки дома и право собственности сводится к тому, что оформлять недвижимость будет проще и дешевле. Новелы законодательства в сфере государственной кадастровой оценки, электронной услуги и выездной прием. Это тема нашего сегодняшнего разговора с моим гостем Андреем Викторович Жуков, директор кадастровой палаты Пасамарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем по порядку. Тема у нас сегодня очень интересная. Самое главное, она актуальная для жителей не только нашего города любимого, но и области разумеется. Поэтому вопрос первый и, наверное, определяющий. Кто может воспользоваться дачной амнистией? Дачной амнистией могут воспользоваться физические лица, которые обладают земельными участками в первую очередь, с определенным видом разрешенного использования. Да. Это участки, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства, садоводства, гаражного строительства и имеющие некоторые другие виды разрешенного использования, смежного номинования. Вот именно эти люди, повторюсь, физические лица могут воспользоваться дачной амнистией и воспользовавшись в упрощенном порядке оформить права на земельный участок и на объект капитального строительства. То есть на то строение, которое выстроено или уже расположено на таком участке. Вот вы сказали упрощенное оформление собственности. Что вообще значит это понятие? И куда с этими документами нужно обращаться? К вам? Либо в какую-то другую инстанцию? Упрощенный порядок. Ну, собственно, в чем он упрощенный? Он проще, если сравнивать его с обычным порядком строительства объектов и сдачи в эксплуатацию объектов. То есть традиционный порядок предполагает получение разрешения на строительство и впоследствии разрешение на ввод объекта в эксплуатацию после его окончания. Ну, и есть промежуточные стадии. И первое и второе разрешение выдают органы местного самоправления. То, что мы называем дачной амнистией и упрощенным порядком, вот в сегодняшнем понимании, именно в сегодняшнем, потому что содержание дачной амнистии за много лет неоднократно менялось. Вот сегодня это выглядит следующим образом. Физическое лицо, гражданин, имеющий земельный участок и построивший жилой дом, не так, не построивший, а принявший решение о строительстве жилого дома, должен уведомить орган местного самоправления, местную организацию о своем намерении. И в письменном виде известить орган местного самоправления. А вот, кстати, я прошу прощения, в понятие жилой дом, вот даже на дачном участке входит, это проживание круглогодично, зимой, летом, это свет, вода, газ, коммуникация. Это жилой дом, либо это просто коробочка, которая называется домом. Есть законодательное различие в определении жилого дома и садового дома. Собственно, мы их и будем сравнивать. Критерия, главных критерия два. Жилой дом предназначен для постоянного проживания, садовый дом для сезонного проживания. Отсюда делается вывод о некоторых обязательных технических и, если угодно, санитарных удобствах этого дома. Там обязательно должно присутствовать отопление, если мы говорим о жилом доме, ну и другие вещи. Сопутствующие коммуникации, да? Сопутствующие коммуникации, да. Сопутствующие удобства. Он должен отвечать требованиям для постоянного проживания. Садовый дом в этом плане скромнее. Это сезонное проживание, и, конечно, таких требований нет. Второй момент – это возможность регистрации постоянного проживания в жилом доме и наличие ограничений в части такой возможности по садовому дому. Есть другие критерии. Жилой дом должен иметь не более трех этажей, в современном понимании, и индивидуальный жилой дом. Не более трех этажей и должен иметь высоту не более 20 метров. То есть отсюда мы отметаем более массивные объекты, которые могут использоваться как многоквартирные дома. Еще один критерий для индивидуального жилого дома – он не предполагает раздела на квартиры. Это всегда одно строение, которое используется либо одним лицом, либо одной семьей. Там не может существовать квартира. Входов может быть два, три. Здесь нет различий, да, но используется, вот как вы сказали, одной семьей. Ну, с некоторой оговоркой. Есть понятие, и оно очень давно еще в советское время сформулировано судебной практикой. Так называемая часть жилого дома. Ну, вот статус части, он близок, он ближе к строению, он ближе к строению отдельно стоящему. Ну, и, кстати, одним из критериев – это наличие разных входов. То есть часть жилого дома – это не равно квартире. Хорошо. 1 марта 2021 года как раз вот должно закончиться действие упрощенного порядка оформления прав на садовые и жилые дома. Скажите, как это можно сделать сейчас, и что нужно, что потребуется для окончания вот именно этой даты? Если вы задумали строить сейчас дом, жилой дом, то вы должны направить уведомление в орган местного самоправления. Ну, если вы строите дом на территории Волжского района, у вас участок, необходимо направить такое уведомление в администрацию Волжского района. Администрация обязана либо отказать вам в таком согласовании, либо согласовать строительство или промолчать. Вот молчание в данном случае будет родным согласованием. Знак согласия. Конечно, к моменту принятия такого решения у вас должны быть права на земельный участок. Ну, то есть, проще говоря, оформить собственность, да? Он может быть собственностью, он может быть в постоянном бессрочном пользовании, достаточно редкий сегодня вид права, но участок должен вам принадлежать. И все равно нужно уведомление. Зачем? Если я собираюсь строить на своей собственной земле. Логика здесь определенная есть. Ведь можно построить дом, который... или задумать дом к строительству, который изначально нельзя будет сдать в эксплуатацию. Потом ведь помимо удавления необходимо будет представить проект, необходимо будет показать, где вы хотите поставить этот дом. Может быть, вы хотите прижать его к соседскому забору. Это же неправильно. Это неправильно. Возможно, вы хотите построить дом, который будет выступать за пределы земельного участка. Это тоже невозможно. Вы можете задумать строение, которое, ну, с очевидностью, при первичной уже оценке, будет не проходить в те формальные ограничения, которые я назвал выше. Поэтому разрешение на... и согласование, не разрешение, а именно согласие органов местного управления, это нормально, это ответственность органов. Ну, хорошо. А если они не исполняют свою обязанность по направлению как раз документов на регистрацию, ведь можно ли, наверное, это сделать самостоятельно? Ну, в момент... это можно сделать самостоятельно, но мы... вы уже говорите о том, что делать с домом уже построенным. То есть мы-то пока обсуждали вопрос, как начать строительство. Так вот, вы начали строительство, вам согласовали. И вот дом вы построили. После этого вы должны направить уведомление об окончании строительства. То есть во второй уже раз, да? Во второй раз, да. И в обязательном порядке приложить ему технический план вашего дома. И вот здесь администрация действует схожим образом. Если она согласовывает вам и соглашается с построенным объектом, то она должна ответить вам положительно. И более того, должна самостоятельно подать документы на государственную регистрацию, на кадастровый учет и государственную регистрацию вашего построенного дома. Конечно, она может это и не сделать. На практике мы нередко видим, что администрация эту обязанность не исполняет. Но в этом случае владелец дома, лицо построившее объект, может самостоятельно подать документы с техническим планом, оплатив государственную пошлину и с наличием согласованного уведомления об окончании строительства в органы регистрации. Вот вы сказали жилой дом и садовый дом. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли какие-то разницы между этими понятиями и нужно уведомление и в том, и в другом случае подавать, я имею в виду, муниципалитет? Ведь можно же построить маленький домик совсем, можно и построить и большой. И вот одинаково вот эта процедура для этих двух строений. Для садового дома процедура пока более простая. Для возведения подобного объекта не требуется уведомление о начале строительства. И для сдачи нет необходимости обращаться в органы местного самоуправления. Можно подготовить технический план, самостоятельно заполнить декларацию о построенном объекте и подать документы, например, в многофункциональный центр для кадастрового учета такого объекта и регистрации права. Андрей Викторович, я не могу не задать вам вопрос, во сколько обойдется гражданам оформление недвижимости вот как раз подачной амнистии? Ну, есть, по крайней мере, один обязательный платеж, это государственная пошлина. Подачная амнистия, она составляет 350 рублей. И мы говорили о техническом плане. Это документ, который готовит кадастровый инженер. Вот здесь стоимость, что называется, договорная. И нанимая кадастрового инженера, конечно, надо понимать, сколько это стоит у одного инженера и у другого. И в данном случае можно выбирать. То есть, вы хотите сказать, что разница достаточно существенная? Я полагаю, что она может иметь место. Спасибо. Я хочу сейчас внимание привлечь вас, уважаемые телезрители. Периодически появляется телефон, сайт кадастровой палаты по Самарской области. Возьмите, пожалуйста, себе на заметку. Вот, кстати, мы сейчас видим контакты. Скажите, вот по этим телефонам можно позвонить, узнать, что, получить ли консультацию. Либо обратиться с каким-то конкретным, вот своим вопросом и получить ответ от ваших специалистов. Да, можно обратиться. Если вопрос будет достаточно специальный, узкий, то можно будет прийти на прием к специалисту, либо к руководителю, подразделение, отдела, либо к одному из руководителей кадастровой палаты, и этот вопрос уточнить. Вы сами лично проводите прием, граждане? Я провожу прием в первую среду каждого месяца. Ну, откровенно говоря, и чаще, если есть такая необходимость. Я сейчас хочу перейти также к не менее важной теме, на вылаз законодательства в сфере государственной кадастровой оценки. Скажите, пожалуйста, вот что как раз изменилось в законодательстве о кадастровой оценке, и как это отразится на вопросах налогообложения? Институт кадастровой оценки очень основательно меняется в течение последних лет. Ну, во-первых, в 2016 году был принят новый закон о государственной кадастровой оценке, и в его исполнении на территории Самарской области, в каждом субъекте, в Самарской области тоже, было создано специализированное государственное бюджетное учреждение, которое осуществляет, на постоянной основе осуществляет государственную кадастровую оценку. Более того, в 2019 году это учреждение произвело новую оценку земельных участков в пяти категориях. Это земель сельскохозяйственного назначения, земель водного фонда, лесного фонда и других категорий. Сейчас у нас по новым правилам, по правилам нового закона, в Самарской области у нас, не оценены только две категории объектов. Это земли населенных пунктов. Оценка производится в настоящее время. Я бы даже сказал, что она, в общем-то, фактически произведена, поскольку на сайте государственного бюджетного учреждения, производящего оценку, результаты оценки, итоги оценки уже выставлены. И всякий желающий может поинтересоваться и предполагаемую, уже посчитанную, но пока не утвержденную стоимость объекта своего узнать. И я слышал, что в планах в следующем году произвести оценку объектов капитального строительства. Ну вот сейчас в Самарской области мы используем в части объектов капитального строительства ту кадастровую стоимость, которая была оценена еще в 2012 году. А по землям населенных пунктов в 2013 году, конечно, это достаточно уже старой оценки. Все-таки рынок меняется, время меняется. И стоимость, кадастровая стоимость должна регулярно обещаться. Кстати, новый закон уточнил закон 2016 года. А вот летом, в июле текущего года были внесены изменения, очень радикальные в этот закон. И действующая редакция установила уточненный срок государственной кадастровой оценки. Не реже, чем в 4 года. Каждые 4 года должна производиться оценка. Более того, закон унифицирует эту процедуру в части проведения в одни годы оценки на территории Всероссийской Федерации. Закон говорит, что в 2022 году необходимо оценить все земельные участки в каждом субъекте. Независимо от того, в 2020 году будет проведена оценка земельно-селенных пунктов в Самарской области или нет. В 2022 году, говорит закон, ее надо будет в любом случае провести за нами. Он, кстати, не за горами. Да, в 2021 год, скажите, пожалуйста, специалисты вашей службы будут это делать. И как это отразится или не отразится, наоборот, на жителях? Вот как раз-таки специалисты не нашей службы теперь это будут делать. Это будут делать специалисты Государственного бюджетного учреждения Самарской области. Центр государственной оценки. Центр кадастровой оценки. Вот как раз о чем вы сказали, Андрей Викторович, новый порядок уставления кадастровой стоимости в размере как раз рыночный. Он может быть использованы собственниками уже сейчас, либо для его применения будет требоваться что-то еще? Вот та редакция закона, которую мы обсуждаем, это изменения, принятые летом 2020 года, вступившие в силу летом 2020 года, они будут вводиться в действие поэтапно, постепенно. Ну вот, например, правило об обязательной оценке всех земельных участков в 2022 году. Это произойдет в 2022 году. Обязательность оценки объектов капитального строительства будет произведена в 2023 году. Есть и другие новеллы, которые будут вводиться поэтапно, постепенно. Но все эти изменения, конечно, напрямую будут отражаться на налогообложении, потому что налог высчитывается, исходя из кадастровой стоимости. А вот слышал тоже такое понятие «индекс рынка недвижимости». Расскажите, пожалуйста, что это такое, для чего он нужен, и вот расчет этого индекса, может быть, сможет помочь напрямую владельцам недвижимости? Это совершенно новое явление, индекс недвижимости. Ну, кстати, его расчетом будет заниматься кадастровая палата, которую я сейчас и представляю. Подзаконных актов, которые определяют расчет этого индекса, пока нет. Они появятся в ближайшее время. Из содержания закона мы понимаем, что индекс недвижимости – это некая расчетная величина, которая будет ежегодно определяться для каждой категории объектов. Для каждой категории объектов определенного вида. Например, пожалуйста, можете привести? Ну, например, индекс недвижимости будет определяться ежегодно для, например, земельных участков, земельно-селенных пунктов. Будет ли еще более мелкое дробление, например, на земли с видом разрешенного использования садоводства внутри населенных пунктов и, ну, например, общественных нужд? Мне пока неизвестно, поскольку нет подзаконных актов. Давайте пока ограничимся тем, что индекс будет рассчитываться для разных категорий, для отдельных категорий, отдельных видов. Как это будет выглядеть? Значит, в год своего введения индекс всех объектов будет принят за единицу. В течение следующего года кадастровая палата будет учитывать динамику изменения цен на объекты недвижимости определенной категории. Например, на земельные участки внутри населенных пунктов. Мы понимаем, что в силу решений комиссии по оспариванию кадастровой стоимости, есть такой орган, в силу судебных решений по оспариванию кадастровой стоимости, стоимость кадастровой стоимости конкретных объектов будет изменяться и будет устанавливаться в размере рыночной стоимости. Все изменения в отношении объектов определенной категории за год дадут отклонение путем исчисления математических. Они дадут отклонение от единицы. И, например, за очередной год они понедят стоимость объектов, например, на 35%. То есть, если на 1 января первого года индекс был единица, он на 1 января следующего года может стать 0,65, упадет на 35%. Вот закон говорит о том, что если индекс недвижимости понизился за год на 30% и более, это влечет автоматический пересчет стоимости всех объектов на величину индекса. Поэтому здесь зависимость самая прямая. Если индекс упал и упал заметно, то автоматически упадет стоимость всех объектов данного вида на территории области. Но вот все-таки плюсы и минусы вот этих изменений, этих новелл, вот вы как руководитель видите какие? Ну, плюсы здесь очевидные. И суть этих изменений, конечно, социальная. Конечно, социальная. Социально-ориентированная, наверное, да? Именно социально-ориентированная. Мы очень часто видим сейчас примеры того, как оценка, произведенная в 2013 году по землю населенных пунктов, абсолютно не соответствует действительности. Объект был оценен в одну сумму, а сегодня за эту сумму объект, даже в половину этой суммы или треть этой суммы, объект нельзя продать. Конечно, это явное несоответствие. Это явное несоответствие. И сегодня изменить стоимость объекта можно только путем... Путем, да? Либо обращение в комиссию, если не истек пятилетний срок установления стоимости объекта, либо путем обращения в суд. Вот здесь индекс как раз, да, и придет. По новому закону, если индекс на эти объекты упадет, то стоимость всех объектов автоматически уменьшится. А, следовательно, уменьшится налогообложение. Дальше. Сегодня есть два варианта оспаривания. Либо в комиссию, либо в суд. Новый закон для тех видов оценки, которые пройдут уже в рамках исполнения нового законодательства, позволяет оспаривать стоимость объектов путем обращения в государственное бюджетное учреждение по оценке. Это гораздо проще. Это гораздо проще, чем подавать документы в комиссию. Ну и, наконец, я вообще впервые встречаю такую норму. Вот закон от июля 2020 года, я его предусмотрел. Это норма о персональной ответственности руководителя учреждения по оценке. Там введены очень жесткие критерии, количественные критерии. Если определенное количество объектов в течение года будет изменена, его стоимость, то это влечет дисциплинарную ответственность и увольнение этого руководителя. Я вот на своей памяти столь жестких норм, честно говоря, и не встречал. Да, и не встречал. Чаще всего все-таки это норма об общей ответственности в соответствии с законодательством. Здесь очень жестко. То есть превысил формальный критерий, количественный, и, в общем-то, можно сказать, заново работу. Очень жесткая норма. Хорошо. Вот еще такой вопрос, Андрей Викторович. Коронавирус, да, продолжает все-таки влиять на жизнь региона, электронные услуги, выездной прием. Скажите, вот какие возможности сегодня есть у граждан, чтобы получить государственные услуги Росреестра, минимизировав все-таки при этом вот свои собственные риски заболевания? Чем можете помочь гражданам? Можем помочь гражданам. Мы, более того, помогали. В марте текущего года в условиях пандемии, в условиях карантинных мер многофункциональные центры закрывались и переставали принимать документы. И вот едва ли не единственной возможностью для подачи документов на кадастровый учет, регистрацию прав, стали выездной прием или электронное обращение, способ электронного обращения. Выездной прием и сейчас работает, пользуется достаточно широкой популярностью. Повторюсь, он активно очень используется и гражданами, и юридическими лицами. Можно заказать выезд специалиста домой либо в офис, где за достаточно бюджетную плату специалист приедет и примет документы у вас дома. А вот, кстати, совсем недавно я слышала, да и лично смотрела, обсуждалась очень активно тема сайта двойников Росреестра. Скажите, пожалуйста, вы решение какое-то нашли вот этой проблемой? Решение давно ищет законодатель. Более того, законодатель предусмотрел уже административную ответственность за поддержание и ведение сайтов двойников. Но сайты-двойники продолжают действовать. Поэтому, вот пользуясь вашим эфиром, я должен обратиться к гражданам, тем, кто заказывает сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Обязательно делать это, это необходимо делать исключительно на портале Росреестра. Для этого нужно зайти на портал, либо через сайт кадастровой палаты, официальный сайт кадастровой палаты. Да, давайте вот мы сейчас покажем, да? Либо сайт Росреестра и подать документы, и подать заявление в электронном виде. Кстати, оно будет дешевле, чем заказать документы, явившись, например, в многофункциональный центр. Это будет несколько дешевле. То есть альтернатива все-таки сайт? Нет. Альтернатива сайт. Повторюсь, это дешевле и быстрее, поскольку здесь нет пересылки документов в бумажном виде, подготовки, распечатки документов в бумажном виде. И информацию с сайта вы можете получить иногда в течение нескольких минут. Андрей Викторович, ну что же, подводя итог к нашему с вами разговору, все-таки что бы хотелось вам еще сказать, на что обратить внимание жителей, граждан, кто еще не успел воспользоваться дачной амнистией, все-таки стоит поторопиться, либо у нас государство все будет и продлевать, и продлевать эти сроки. Тем не менее, зачем это нужно сделать, и все-таки в чем уникальность дачной амнистии? Пожалуйста. Уникальность дачной амнистии в упрощенном порядке легализации принадлежащих вам объектов. До дачной амнистии это было, я вспоминаю те времена, это было многократно сложнее. И возможность, которую предоставило государство сейчас для упрощенного оформления таких объектов, по большому счету уникальная. Срок амнистии ограничен временными рамками. Пока он обозначен в законе, как 1 марта 2021 года. Справедись ради, надо сказать, что несколько раз срок действия дачной амнистии менялся. Но, кстати, менялось и содержание. Вот оформление по дачной амнистии десяток лет назад было чуть более простым, чем сейчас. Нам известно, это широко обсуждалось в средствах массовой информации, вопрос об очередном продлении дачной амнистии. Есть законопроект, который допускает это продление до 2026 года. Но будет продлена дачная амнистия или нет, конечно, нам неизвестно. Поэтому лучше бы ей воспользоваться. Спасибо большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсна». Я сегодня беседовала с Андреем Викторовичем Жуковым, директором кадастровой палаты Пасамарской области. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!